Частная космическая компания Илона Маска Спачекс запустила в минувший четверг 12-ю по счету ракету с начала года, обойдя по числу запусков все прочие страны и космические компании в мире, в том числе и такого Россию, которая осуществила 11 ракетных пусков в этом году, сообщает Бусинис Инсидер. Как отмечает издание Арстечнича, на третьем месте в этом рейтинге идет Китай с 8-ю запусками, далее, европейские фирмы с 6-ю запусками. Один из главных коммерческих конкурентов Спачекс, Унитет Лаунч Алианчи, отправила в космос 5 ракет. Отмечается, что такими темпами, которые, по всей видимости, не ослабнут, к концу года Спачекс доведет общее число ракетных запусков до 20, опровергнув тем самым претензии критиков о том, что Спачекс якобы не сможет удовлетворить запросы клиентов. В результате всего лишь за 8 месяцев в 2017 году Спачекс обошла собственные достижения. В период с 2013 по 2016 годы среднее ежегодное число ракетных запусков составляло 6. Реализованная 24 августа миссия Спачекс состояла в том, чтобы отправить на околоземную орбиту первый тайваньский спутник. Аппарат дистанционного зондирования Земли Фармасад-5 был выведен на орбиту 720 километров. Пуск ракеты транслировался на сайте Спачекс. Комментаторы отмечают в этой связи очень важный факт, в рамках которого у Спачекс и вовсе отсутствуют соперники. Речь идет о том, что после доставки спутника в космос компания уже в 15 раз сумела вернуть первую ступень ракеты на Землю. Эта цифра учитывает приземление как на суше, так и на море. При этом компания уже удалось запустить ранее использованную ракету, после чего снова вернуть ее. Предполагается, что программа многоразовых ракет снизит стоимость запусков, обеспечив Спачекс в ближайшие годы безусловное лидерство на рынке космических запусков. Спачекс стремительно отвоевает у России ее долю на рынке космических запусков. Если два года назад на Спачекс приходилось примерно 15% коммерческих пусков на мировом рынке, то в 2016-м – 30%. В этом году, по всей видимости, эта доля составит 45%, у ЕС останется около 40%, а у России – всего 15%. Планы на следующий год еще более амбициозны. 60% мирового рынка коммерческих пусков перейдут к Спачекс, у ЕС останется 30%, у России – менее 10%. Такие данные привел старший вице-президент Спачекс Тим Хьюз на слушаниях в подкомитете Сената США. До появления Спачекс с ракетой-носителем Falcon 9 рынок запусков коммерческих космических аппаратов фактически принадлежал Франции и России. Ни одна американская компания не отправила ни одну коммерческую миссию на орбиту с 2009 года, отметил он, указывая на прогресс, достигнутый Спачекс за эти неполные 8 лет. Процесс динамики лидерства Спачекс продемонстрировал глава компании Маск в одном из своих сообщений в Твиттере. На графике видно, как голубая линия Спачекс растет, в то время красная шкала России с года в год уменьшается. Об авторитете компании говорит тот факт, что Пентагон ранее доверил ей запуск своего аппарата Unreal 76, а в ближайшее время Спачекс должна будет отправить на орбиту сверхсекретный военно-американский мини-шаттл Boeing X-37, X-37B Orbital Test Vich Lilletv. Ранее в июне 2017 года министр ВВС США Хизер Уилсон на заседании Комитета Сената по вооруженным силам отмечала, что Спачекс обеспечивает гарантированный доступ в космос по чрезвычайно конкурентной цене. По данным Минобороны США, запуск Boeing X-37 на новом носителе предоставляет дополнительные возможности. Все предыдущие четыре запуска Boeing X-37 производились на ракете Atlas V. Интересы компании Маска простираются далеко за пределы получения коммерческой прибыли. В июне 2017 компания впервые запустила к МКС ранее использованную герметичную спускаемую капсулу корабля Dragon, летавшую в космос в сентябре-октябре 2014 года. После успешного завершения миссии в июле капсулу снова удалось сохранить, после чего начал решаться вопрос о ее третьем по счету использовании. В дальнейшем к МКС в рамках контракта с Найсос Пачекс планирует отправлять только уже ранее использованный Dragon, в данный момент единственные многоразовые космические грузовики на планете. Кроме грузовиков Dragon, к МКС должен полететь пилотируемый корабль Dragon 2. Согласно недавно опубликованному отчету НАСА, Пачекс намерен уложиться в срок. Dragon 2 стартует в феврале 2018 года в беспилотном режиме, а летом – уже с астронавтами. При этом до конца текущего года должна стартовать сверхтяжелая ракета «Фальчон» и «Авы», способная выводить на низкую околоземную орбиту 63,8 тонны.